Всем привет! Сегодня у нас прямое включение с чердака клиента. Поднимаюсь, я такой вверх. Мне говорят, слушай, Вова, юник не работает. Я включил свет, поглядываюсь вокруг, смотрю, смотрю. Все, пошли проверять, что есть электричество и уезжаем. Ну, конечно же, все работает после того, как я нажал свитч. Я даже клиенту сказал, слушай, я буду честен, не хочу тебя обманывать. Но кто-то явно ходил на чердак и что-то сделал. Он говорит, да, я ходил, менял фильтры вчера. И именно вчера они мне вечером позвонили, всем вечером. Поэтому я говорю, слушай, я к тебе ехал 40 минут в одну сторону, не обижайся. Ну и хорошо, что этот человек был адекватный, он без вопросов сказал, да, конечно, мы вам заплатим. Будем надеяться, что это больше не повторится. Конечно, в таких ситуациях людей жалко, с одной стороны, потому что по глупой мелочи, которые он даже не понимал, что он сделал, но это цена была его ошибкой. И в следующий раз, поверьте, если что-то произойдет, он точно в первую же очередь пойдет проверять все свитчи. Я ему даже еще взял, подписал, они были не подписаны. Я говорю, давай подпишем, чтобы ты знал, что к чему относится. И все, он говорит, да, спасибо большое, блин, сорян, что позвали. Ну, сорян, не сорян. Скажем так, вчера был легкий заказ, сегодня заказ чуть-чуть потяжелее, но не скажу, что сильно. Сейчас едем на мойку, автомобильную мойку, где нужно просто подключить шланг, потому что тот мастер или тот техник, который следит за тем, чтобы все работало исправно, уже не в том возрасте, чтобы лазить по лестницам. Поэтому мы сейчас едем помогать ему и за это возьмем немножко денег. Сначала надо выехать, блин, поворотом. Откуда вы все по одному катаетесь? Вот так вот, да? Так, и все, обманули все. На самом деле нет, поехали работать. Мойка, мойка, где же ты тут куда-кого искать? Это мойка самообслуживания, я не знаю. Ну, у меня есть контакт, сейчас будем звонить, наверное, разговаривать. Короче, нам надо вот этот вот кабель, я уже его подключил, тут он не был подключен вообще. Он потом идет туда, и внутри мы еще к одному месту подключаем. Сначала мы его должны зажать вот здесь. Скажем так, не сильно хуйно, но просто дедуля, там реально дедуля в возрасте. Я бы на его возрасте, наверное, сам бы уже на лестнице не лазил. Как бы, с одной стороны, это играет нам на руку. С другой стороны, жалко, что когда-то мы все не сможем что-то делать. Ладно, что поделаешь, надо радоваться каждым моментом. Не той стороны, круче, круче. Такое бывает, когда затрынтишься. Все, теперь берем инструмент и кладем в задний карман. Или карман задницы, кому как удобнее. Максимально его туда. Это у нас, надеюсь, подвижная часть. Повторяем. Повторяем. Там где-то, конечно, не. Какой-то. Спасибо, сэр. Повторяем. Ох, пиздец. Сейчас дедуля на своей машине будет проверять. Я бы на своей, конечно, не рисковал. Мойка так выглядит не сильно надежно. Но сейчас посмотрим, что там произойдет. Все проверено. Мойка работает. Неудивительно, что у дедули чистая машина. Наверное, каждый день ее здесь моет. Я бы своей не рискнул. Потому что, ну, что-то не внушает мне доверие. Ладно. Все, поработали. Потратили 20 минут на все про все. Там попросили еще один шланг подключить для пылесоса. Но там две минутки и все было готово. Заплатили. Конечно, он прямо с кассы достал, дедуля. Говорит, ты мне, главное, на инвойс пришли. Инвойс это счет, фактура, чек. В общем. В чем мне сегодня везет так, блин, на вас, ребята? И выйду на поворот. Сразу, блин, машин много. И звонят. Вот так вот вы были свидетелем одного из разговоров с клиентом, который будет платить нам за замену термостата. Он сказал, что термостат, он сломал клавишу, а клавишу поменять нельзя, поэтому будет менять целый термостат. Ну, будет так будет. А мы потом можем поехать домой позавтракать, потому что я сегодня не успел. Но это совсем, может, другая история. Для вас секунды, для меня послезавтрачье. Я уже подъезжаю к клиенту. В принципе, там должно быть все просто. Когда слово должно превращается в то, что мы неправильно поняли друг друга. Дело в том, что изначально, когда человек звонил, говорит, у меня термостат не работает, я клавишу сломал. Думал, блин, как в термостате можно сломать клавишу? На самом деле, даже в том термостате, в котором он сломал сейчас клавишу, даже там тяжело. Я за 8 лет никогда не видел, чтобы могли настолько вот так вот выломать. Дело в том, что у меня был клиент уже назначенный. Я думаю, ну тут скачу сейчас на 20 минут, поменяю и поеду к следующему клиенту. Оказывается, в общем, ситуация в следующем. Относительно он правильно сказал, это клавиша термостата, но это газовый вал, газовый клапан water heater. И он хочет, чтобы мы поменяли вал. Во-первых, цена совершенно не та другая. Во-вторых, там немножечко сделано не по коду. И я не думал, что, во-первых, это займет где-то часа полтора-два. Потому что нужно слить water heater, нужно поменять вал, сделать дриплэк. Ну то есть полтора-два часа, чтобы, как говорится, be on the safe side. Прям, чтобы прям совсем мне хватило. Но так как я не успеваю, мы едем к другому клиенту, он уже ждет. Я даже туда, на самом деле, немножечко опаздываю, потому что все прям в последний момент начали звонить. А чуть позже, наверное, туда придется отправить Женю. Кстати, я долго думал и до сих пор не знал. Я решил, что, наверное, мне в команду потребуется еще один человек. Поэтому, если у вас есть желание поработать с нами, пишите свое резюме и портфолио. Присылайте его на почту, которую вы сейчас видите на экране. Не Telegram, Instagram, а на почту присылайте. Одни из требований к кандидату, который пожелает работать с нами, это нужно знать английский. На среднем, либо, как говорится, Medium или Medium Rare. Средний или чуть ниже среднего уровня английского. Нужно иметь возможность объясняться с клиентом. То есть, когда вы приезжаете, делаете работу, люди хотят знать, почему ты это делаешь, либо зачем это нужно делать. Им нужно вкратце это как-то объяснить. Если вы считаете, что вы можете коммутировать на английском языке с клиентами, то это прекрасно. И второе, наверное, даже оно должно было быть самым первым требованием. У вас должны быть все документы. То есть, вы должны быть в стране официально и у вас должно быть разрешение на работу. И это, наверное, минимальное требование, которое вам нужно, чтобы написать заявку. Потому что, если чего-то из этого нет, то не стоит тратить ни мое, ни ваше время. А пока поехали работать дальше. Так, отключили воду, а отключили людям воду, чтобы поменять резиночку в этом вот кранике. Я говорю, ребята, если поменяю резиночку, не так что поможет. Ну, решили, что лучше попробую поменять. Если не будет, тогда будем менять кран. Но, опять же, не так что сегодня. Все разжали, вынимаем. Ну, там, конечно же, и полный кобздец. Ну, кто бы сомневался, тут специальная резиночка стоит. Два нуля. Ну, как бы все резиночки специально. Просто здесь стоит размер два нуля. Клиенты увидели мой трак. Сейчас, когда мы пойдем обратно, я вам покажу. Залапали весь, всю машину залапали. Так, давайте сначала поменяем резиночку, а потом пойдем. Слышите, он трели, сиренады. Трещат, пищат. Как вы думаете? Вот это вот. И вот это вот. Есть разница? Ну, капец, какая разница есть у меня. Что иногда люди забывают сделать. Когда они закручивают. Если вот это вот полностью закручено туда. Да? Да. Если она полностью закручена, потом вот тут упрется. И может сломаться, треснуть стем, либо резинка опять порвется. Поэтому у нас он в выкрученном положении. Давайте-ка, знаете что, фум-ленту немножко накрутим. Для уверенности. На вот этот вот краешек, чтобы тут не продавливало воду. Теперь втул. Оп-оп-оп. От руки сколько сможем, а там ключиком зафигачим. Ну и теперь смело закрываем. И все. Чувствуем прям, как резиночка там упирается. Нам не надо пережимать. Иначе мы сами ее сейчас отрежем по новой. Водица включена. Сейчас вам покажем. И перекрываем. А нет, зачем на воротную? Открываем опять. И закрываем. Ждем 30 секунд. Остаточная вода сюда выльется. И если после этого остановится, то все прекрасно. Все. Нормально. Теперь занимаемся грязной работой. Рукой колупаемся в горболит козыре. Вынимаем вот столько вот стекла. Потому что разбилась полка холодильника. И чем больше стекла я выниму, тем быстрее мы его почилили. Походу починили. Да, лаживало рукой, потому что в перчатках не нащупываю все, что мне нужно. Ну, вроде бы все. Стекло я туда кинуть не буду. Так, заказ закончили. У нас теперь, в принципе, осталось только руки помыть. С руки я мою вот такой салфеточкой. Ну, не рекламирую, просто мне она заходит. Один раз, я не помню, рассказывал он или нет, она растворировала чек клиента. Я после работы вот так вот протянул руки. Мне выдали чек. И я просто вот так вот взял за уголок, принес домой. Мы с Дашей, я не положил его на свою голову, блин. И с Дашей приходим после, ну, не помню, там в кино, в ресторан ходили или что. А там чек был на 1500. И я вижу, я собираюсь ложить чек, и он растворился весь. Слава Богу был нормальный клиент. Мне перевыплатили по новой, сделали другой чек. Но теперь у меня правило, я лажу чек как можно скорее. Потому что мало ли что в жизни может произойти так. Так, все, здесь закончили. Можно было бы как бы ехать на water heater, но человек не смог. Потому что он думал, что я когда приеду к нему изначально, сразу же все сделаю. Сейчас он уезжает там что-то в аэропорт. В общем, пошло и поехало. Поэтому посмотрим, как наш день будет складываться дальше. Но что-то мы будем делать точно. Подъезжаем к следующему заказу. И какая у нас водная. Что-то течет под умывальником. Да, да, ладно. Там еще место для него было, будь здорово. Чего ты мне пищишь? В общем, клиент не знает, что течет. Говорит, просто откуда-то вода. Приедь, проверь. Проверяем. Околоилась так всего. Тенка. Гарбид диспоузал. Вот он уже здесь стоит. Готовим новый. Новый. Такой серьезный. Так, надо этот болтик открутить. Ставим сюда. Чекло. Даже фильтр сейчас, скорее всего, отключат. Ну, надеюсь, до этого не дойдет. Гарбид диспоузал по меня. Он так. Не хочется просто просто спустить поворот. Я сейчас так далеко еду. Если бы вы знали. Бэдфорд. Это от меня прям практически час езды. Еще хорошо, что я по экспрессуэй еду. И всех вот этих вот ребят обгоняю. Потому что так вообще часа полтора-два ехал. Мне сегодня нужно сделать инспекцию дома. То есть, я сделал инспекцию дома предпродажной. И потом все это человеку нужно будет починить. Как бы, поэтому формально сегодня я, можно сказать, работаю бесплатно. Чтобы потом нормально можно было заработать. Ну, и второй косяк, что надо фигачить. Будь здоров. Итак, мы уже на месте. Понеслась. Сразу не успев подойти к дому. Ну, мы на самом деле уже зашли в дом. Поздоровались. И сказали, что мы будем делать инспекцию. У нас гаражная дверь. Которая вся загнила. Ну, на самом деле, весь дом по кругу будет больше. Смотрите, сколько мусора. Весь дом по кругу нужно будет вот эти все деревяшки чинить. Менять. Где-то мы что-то делаем, где-то нет. Вот такое мы точно делаем. Ладно, что. Пошел ходить по кругу. Если что-то интересное буду находить, буду вам показывать. Вот как выглядит домик внутри. Здесь они самостоятельно или нет. Экраник меняли. Оставили такое дыренькое. Розетка нормальная. А здесь вот розетка, смотрите. Ти-дин. Ну, еще потенциально может быть из-за вот этого выключателя. Нет. Не повлияло, а этот повлиял. Все нормально. Домик, конечно, немножко страшновато. Если бы дешево купить, конечно, можно было бы туда вложить денег. Но это далеко и не для нас. Пола нет. Горячая вода есть, слава богу. Он смывает хорошо грязью. Здесь жила бабуля 91 год. Такая вот ванночка для людей с ограниченными возможностями у нас. Ладно, я продолжаю. Кстати, смотрите, в ванне обои. Нормально, классика. И вот этот гребаный поп-корм, который многие люди ненавидят. А когда-то было модно. А сейчас даже когда-то нездорово. Смотрите, одна из гражной дверей. Вот так. Проверили. Короче, по-быстрому провел я тут время, посмотрел. Часть того, что я там нашел, это мы не делаем. Много того, что мы можем сделать. Но там непонятно. Кто-то продает. Тут вообще два Power of Attorney. То есть, тут очень сложная сделка. Будем мы делать или не будем делать ремонт, не знаю. Я пока просто говорю, дайте мне за то, что я к вам приехал. Час времени потратил. А мне теперь, смотрите. Ох, как далеко, блин, ехать. Капец, все красное. Все красное. Ну, ладно, думал, что доедем. Надеюсь, у меня больше шансов-то нету. Сейчас на какую-нибудь платку выскочим, поедем. Итак, уже настал у нас следующий день. Вечер следующего дня. И я, знаете, что решил сделать? В общем, давным-давно у нас такая была идея. Ха, идея. Задача у меня была. В общем, если вы помните, то когда-то было время, когда мы с Дашей купили телевизор. Мы долго выбирали, думали, что хотели. И этот телевизор здесь стоит уже, ну сколько, месяцев 8. И для него лежит hardware, бракет, на который он вешается на стену. И тогда он выглядит совершенно по-другому. На самом деле, мы до сих пор не сняли вот эту пленочку, потому что я рассчитывал, что я буду вешать. И когда уже повешу телевизор на стену, тогда у нас это все и склеится. Ну, история немножечко затянулась. 7-8 месяцев. Я наконец-то дождался, вернее не дождался, а дошел до той стадии, где я уже не могу больше терпеть. Я специально подобрал момент, чтобы Даша уехала на работу, чтобы она об этом не знала ни капельки. Она даже не подозревает, что завтра утром, уставшись с работы, она вернется. А у нас будет такая маленькая обновочка. Все, что нам нужно формально, то это вот это вот. Коробка эта у нас телевизорная. И надо, чтобы были у нас все бракеты. Вот будет прикольно, если у нас вдруг каких-то бракетов не хватает. Но я думаю, что это уже мелочи. Давайте сейчас поставим телевизор быстренько на стену и будем любоваться. Сначала нужно все это, блин, отключить и подвинуть. Кстати, ручки на этот комод я сам приделал. По заводу такое было не предусмотрено. Но спасибо Амазону, 15 долларов. И выглядит намного интереснее. Телевизор уже снят. Вы, кстати, сейчас на нем стоите. И осталось отодвинуть комодик. Когда я ставил сюда комодик, я специально вставил на такие подушечки, чтобы не царапать пол, когда ты его двигаешь. Потому что нормально, я могу прям вот так вот вести. И ничего полу не будет, да? Сейчас на секунду задумался, я точно их ставил или нет. Но нет, я их ставил, это точно. Пользуясь возможностью, можно пропылесосить. С лазерной указочкой пылесос. Чтобы можно было видеть каждую теленку. Все, теперь, когда здесь чисто, можно по новой делу. Грязно, так как у нас будет блок питания. Вот этот вот, который от телевизора. Он пойдет сюда на стену. То есть, мы не будем делать так. Можно, конечно, тупо спрятать за этой фигней, и будет проводочек вниз. Но мы же серьезные, солидные ребята. Поэтому мы сейчас вырежем здесь отверстие в стене. Надо определиться, как высоко. Проведем розетку дополнительную для телевизора. Мне сейчас тат. Самое главное, чтобы был с правой стороны. Таким образом я могу провод левее, коробку левее. Потому что если справа, может быть не совсем красиво. Хотя, ничего страшного, если что, через стол прыгнем. Ну и, конечно же, я везучий, в кавычках. У меня стат с левой стороны. Поэтому нам нужно будет провод перекидывать на левую сторону. Так как мне нужно розетку здесь сделать. Это у нас условный центр стены. Здесь у нас будет заканчиваться коробка. Но нам без разницы, где коробка. Нам самое главное, чтобы коробка была за телевизором. Чтобы она была за телевизором. Нет, не хватит. Просто я думал, что если я сейчас коробку поставлю сюда. Тогда, в принципе, может быть телевизором закроется. Но точно не закроется. А вот если вот здесь, то тогда закроется. Ну, что поделаешь. Вот наша коробка. Как она выглядит. Специально нам выбиралась так. Чтобы она для той коробки, которая у нас пойдет сюда внутрь. И она вот будет вот так вот. Спец какая она громадная. Но что поделаешь. Мы ее сделаем вот так. Телевизор закроет ее. И мы будем счастливы. Я точно. Потому что минус одна задача. Просто в доме, хоть мы и въехали, все равно до сих пор есть вещи, которые нужно завершить. Есть незавершенные вещи, которые прям наседают над головой. Еще параллельно этому всему нам нужно, чтобы бракеты, которые будут ставиться на стену. Они вот такие вот. Не конфликтовали с тем, где у нас будет коробка. Поэтому у нас тут есть специально заготовленный шаблон под наш диаметр. Диагональ, вернее. Да, диагональ. Мне сейчас нужно его выгнуть. И потом склеить и накинуть на стену. После этого мы будем знать, что, куда и как. Может быть, возможно, мы все-таки сможем, не перекидывая провод, сделать на этой стороне. Почему я не очень хочу? Потому что придется реально просверливаться через статус. Ну, в общем. Это мороки на лишних 10-15 минут, которые не хочется делать. Хочется быстренько и эффективно. Так, вот наша фигнюшка. Которая мы сейчас должны, ну, не сейчас. Просто прицениться, где она, что у нас идет. Вот это наш условный центр. Вернее, условный-то наш центр стены. И это как у нас будет висеть бракет. Бракеты находятся практически у самих краев телевизора. Соответственно, телевизор еще будет выступать где-то вот настолько. Поэтому коробка 100 пудов у нас должна быть вот здесь. Все определено. Режем стену. Без этого никуда. Так, так, так. Потратив 100-500 минут на то, чтобы найти лазерный уровень. Я понял, что я его где-то посеял в стране забытых вещей. Поэтому будем делать все по старому дедовскому методу на глаз. Сейчас нам нужно прицепить, приклеить нашу уровневую бумажку. Пока что по одной бумажке мы будем клеить. Блин, может съездить за уровнем, я не знаю. Купить ее. Я знаю, что где-то он точно лежит. Зараза, валяется и ржет. А я отмерил? Да, я отмерил. Вот это наш уровень погрешный. О, слушайте, я прям сразу практически центр правильно наметил. Просто хотелось бы как бы, чтобы прям у людей было. Знаете что? Я сейчас чувствую психану и с вами в Home Depot поеду. Кто не любит поездки в Home Depot? Все любят. Куплю себе второй уровень и будет у нас счастье. Поехали. Я знаю, что этот лазерный уровень где-то лежит здесь. Ржоп надо мной. Вот прям вот я точно уверен. Но ничего страшного. Топливо нынче дешевое. И я хочу себе купить уже как-то. У меня был китайский лазерный уровень. Сейчас будет Bosch. Я уже его недавно покупал. Но в тот же день его потом вернул. Потому что думаю, ну у меня же есть. А в итоге я сейчас понимаю. Да, это вот так вот. Я временно иногда ставлю отдыхать кабель. Вообще у меня есть идея сделать вот сюда ручку. Ну вернее не сделать, а купить можно. И ты когда зарядился, тут поставил. Чтобы не обязательно было гаражную дверь открывать. Ладно. Но сегодня не об этом. Поехали используя воздух в магазин. Кстати, если вы следите за моим телеграммом, то вы могли бы знать, что недавно меня тут, блин, один шерифчик негодяй приостановил за превышение. Но я думаю, что я об этом вам расскажу в отдельном видосе. И кстати, в той ситуации мне бы даже удар не помог. Но не важно. Это я думаю, что делаю вам отдельное видео. Расскажу вам про все мои штрафы и остановки ГАИ за все мое проживание в США. А еще кто заметил, если вы заметили, когда я еду, то вот тут у меня, зараза, щеточка видна. А вы знаете, что это произошло после того, как мне поменяли, блин, моторчик. Они неровно щетку выставили. И каждый раз, я не знаю почему, когда ты заводишь машину, заводишь машину, садишься и едешь в машине, при начале движения эта щетка отодвигается оттуда чуть-чуть сюда. Где-то, ну, на сантима 2-3, наверное. И когда ты глушишь машину, опять вижу, ну, извините, старая закалка. Так, вот такую вот скорость меня уже, кстати, остановили. Прямо вот здесь, блин, вот-вот-вот, возле этого банка. Не важно, это потом. И когда ты ее устанавливаешься и выходишь с машины, эта щетка, блин, возвращается обратно. Ну, как по мне, так это дуртом, я не знаю, как ее еще называть. Но это мы скажем Tesla, чтобы они это исправили. Когда в октябре мы поедем за панелями, там я тоже думаю, что будет отдельная история. Триверы меня любят, они меня уже там знают. Но, опять же, я никогда никому не высаживаю мозг, если просто... Я просто говорю, ребята, вы можете, пожалуйста, сделать это или то? Они говорят, да, конечно, у тебя же машина на гарантии. Езди сюда сколько хочешь. Заходим в магазин, и где-то здесь сразу же должны быть уровни. Либо с этой стороны, либо с той. Вот они, с этой стороны. У меня есть дилемма, либо 60 баксов, либо 129. 129 идет с аккумулятором и до 15, ой, до 20 метров. Либо вот этот, который не хотят защищать от кражи и всего остального. Который на батарейках и на 15 метров. Но, как показывает практика, если же вот этот вот лежит у вас в машине 10-15, потому что он лазерным уровнем достаточно редко пользуется, не сильно часто нужно. И он сел, и тебе нужно прямо здесь сейчас, пока ты аккумуляторы зарядишь, тут батарейки поменял и погнал. Поэтому, наверное, это вот дешево и сердито, 60 баксов, мне устраивает. Ну, реально устраивает. Ну, и вот мы дома, и вот у нас уровень, и все прекрасно, как у людей. Мы накидываем, находим наш центр безопасности. Вернее, центр, где у нас будет висеть телек. И алайнаем, вернее, выравниваем. Вова своим кривым английским, да, говорит сейчас. Так, что у нас? Ну, по центру погрешность может быть, а вот по горизонтали у нас погрешность с вами не может быть. Ну, то есть, потому что если я чуть-чуть левее, чуть-чуть правее уйду, то это для меня не смертельно, не критично. Чик. Ой, как по маслу хорошенько новое сверло. Еще здесь два. И сюда два. Нормально все. Кто там? Немножко тут напылили, пришлось очиститель воздуха включить. Но ничего страшного. Это побочный эффект. Все, мы отрежем инсулейшн, который нам тут за много. И нутис, отведаем фрутис. А знаете, в чем сейчас будет проблема? Так как это наружная стена, то здесь и там везде инсулейшн. Ну, это ладно, вот это вот мелочи. Немножечко тяжковато, тяжеловато будет протягивать кабель. Но мы справимся. Я думаю, знаете что, чтобы не оттуда сюда сверлить, а я сейчас вот эту коробку выниму. Мы тут просверлимся. И потом, ох, как это будет трики. Ох, как это будет тяжело. Но мы это сделаем. На самом деле, может быть, не самый лучший момент, что я решил заняться этим на ночь. Но, тем не менее, процесс идет. Я думаю, что я не буду затягивать. Видите, я уже провод протянул. В общем, получилось так вот просверлил, пошел он вниз. Сейчас, в принципе, здесь немножечко приготовления осталось. Я думаю, что для вас, наверное, будет интереснее и быстрее вот так. В общем, в принципе, все, что осталось, это телик закинуть наверх. Извините за полосы вертикальные. Но у нас уже все подключено. Давайте-ка так не совсем удобно эту сторону проверять. Но я думаю, что, оп, 121. Коррект. Электричество готово. Сейчас мы вставляем сюда блок. Вытяли. Вова бы вверх тормашками не вешал. Было бы вообще прекрасно. Ладно, сейчас мы перевесим. Тут еще есть вот такие вот панельки, которые формально, когда мы вставляем блок. Как они тут ставятся? Ну вот, типа, вот так вот они. Да, они ставятся вот так. И типа, как бы, закрывают эту нишу, где будет стоять блок. Но мне она, на самом деле, не нравится. Так как мне кажется, что вот это вот будет недостаточно. Так как там изоляция. Как сделать так, чтобы меньше полос было? Так как там изоляция, внизу изоляция. Если я эти крышки закрою, а этот блок греется, будет здоров. Вот это вот будет препятствовать тому, чтобы он вентилировал. Поэтому это останется на будущее, когда мы будем съезжать с этого дома. Мы для красоты вот это вот закроем и все. То есть, это будет храниться очень долго. Ну, во всяком случае, до тех пор, пока мы не продадим дом. Ладно, все, перевешиваем вот эту вверх бумажку. Вставляем блок, вешаем телик и таран! В общем, все, переставил. Решил, все-таки одну крышку поставлю, чтобы вот так вот типа блочок держал. У нас там уже все подключено. Все, ну, я думаю, что работает. Будет очень печально, если я сейчас подключу телик, повешу. А его немножко тяжело будет. В одно лицо вешать, но возможно. В принципе, на самом деле, это все, что осталось. И сейчас у нас вопрос. Как же ты его собираешься в одно лицо закидывать наверх? Легко. Вот так вот, чик. Вот так вот, да, чик. Можно протереть было бы. Ой, какой он, зараза, тяжелый. Чуть-чуть. А тут у нас, видите что, ждут пару стульчиков. Немножко не то я со мной схватился. Так, мои два помощника. Давайте. Вообще, в идеале, на самом деле, вот это вот шурупчиком нужно закручивать. Но я думаю, что без шурупчиков. Он стоял, работал. Проблем не было. И дальше будет очень так же работать. Давай-ка ты, друг, поближе. Оп, щелк. Это значит, что? Это значит, что Вова, давай вешай и хорош что-нибудь делать. По инструкции говорят, используйте два человека. Но я считаю, что во мне две лошадиные силы. Поэтому этого должно быть достаточно. Вешаем он на стену. Давайте, заканчиваем эту установку уже. Сколько можно? Попаду? Не попал. Хорошо. Первый блинком он. Ничего страшного. Мне кажется, мне нужно что-то придумать другое. Но я его сейчас точно повешу. Я прямо обещаю. Надо сделать пометочку. Я думаю, что после этой пометочки я буду знать, как мне его направлять. Куда крепкие дубы? Так, все. Это у меня прицел. Прицел. Понеслась. Опачки. Нифига не видно все равно. Повесил. Одну сторону повесил, а вторую. А тут еще оказывается вот что проблема. Немножко помощники мне мешают. Ну что, проверяем уровень. Все висит в уровень. Все работает. Это уже хороший знак. Это знак о том, что уже точно будет работать. Единственный нюанс, что с этой стороны вы могли заметить, что у нас есть выключатель. Но этот выключатель, он мертвый. Он не работает нифига. Ну, в плане того, что у нас всего лишь один провод кинут на этот фен. Поэтому нам не нужен второй провод. Второй провод – это второй свитч. И он ни капельки не ударяет. Поэтому, с одной стороны, мне, конечно, это немножко не нравится. Я не подрассчитал, не подумал, что центр может быть настолько… То есть, телевизор выбирают больше, чем я ожидал. На самом деле, можно было бы его еще правее подвинуть. Но я сейчас выбираю между центром телевизора и вот этим вот выключателем. Выключатель мне не нужен, я о нем не переживаю. Поэтому центр телевизора в этом случае побеждает. Не знаю, насколько получился затяжный видос. Надеюсь, вам понравилось. Итак, говорю, установку немножечко подрезал. Самое главное, что все стоит. Это прямо как гора с плеч. 8 месяцев спустя наконец-то телек сел на стену. Еще раз повторяю, если кто-то хочет попробовать работать с нами, присылайте ваше резюме портфолио на почту, которую видите вот здесь или вот так. Ну, в общем, как-то она здесь появится. И до следующих видосов. Пока!